Давайте приготовим тесто на пигоде. Для этого нам понадобится 1 кг муки, чайная ложка соли, чайная ложка сахара, 2 чайные ложки дрожжей. Все хорошенько перемешать и добавить 650-700 мл воды. Замесить очень мягкое, эластичное тесто. Она должна немножко липнуть к рукам, это ничего страшного. Если будет сильно липнуть, вы смажьте руки с маслом растительным и домешайте тесто. Тесто мешать около 15 минут. Дать тесто отдохнуть около часа. Для начинки нам понадобится 1 вилок капусты. У меня он весом чуть больше килограмма. Мелко шинкуем его. Перекладываем капусту в большую емкость. Добавляем 1 чайную ложку соли. Капусту нужно подавить, чтобы она пустила сок. Приступаем к мясу. Мясо нарезаем очень мелким кубиком. Лук нарезать полукольцами. Я его порезала вдоль. На растительном масле обжариваем сперва лук, потом добавляем мясо. Мясо с луком потушить до испарения всей жидкости. Как только испарится вся жидкость, мы будем добавлять с вами отжатую капусту, специи. Из специи будем добавлять с вами черный перец, кориандр и соль. Наша начинка готова. Тесто хорошо обмять и разделить его на одинаковые кусочки. Каждый кусочек у меня вышел около 50-55 грамм. В пирожок кладем очень много начинки и закрываем края. Я заплетаю косичкой. Посмотрите, это очень легко и просто. Выкладываем наши пирожки на листы, смазанные растительным маслом пароварки. Готовим на пару около 40 минут. Подаем пигоди с корейской приправой острой. Приятного вам аппетита!